Здравствуйте, уважаемые слушатели и зрители! С вами Вячеслав Котляров. В Харькове, 16 часов 48 минут, 30-е, 10-е 2016 года. Ролик, который вы дальше увидите и услышите, это будет моя беседа в скайпе с девушкой, которая пожелала остаться незамеченной. Ролик какими-то мистическими, непонятными для меня моментами просто не получается сделать. Если вы все-таки услышите эту запись, то, значит, я его как-то сделал. Я пытался вопросы, там, где мне моя собеседница задает, заменить на речь робота, ну, с помощью «Создай сам аудиокнигу». Но по каким-то мне неизвестным причинам вообще все выходит из строя. То есть, предположительно, если мне не удастся вывести ее голос, это исключительно, чтобы для удобства слушания. Потому что, в принципе, вы можете интуитивно догадываться, какие мне вопросы задавали. Но в идеале все-таки я потом переслушал запись и понял, что некоторые вопросы будут не совсем понятны, которые мне задавались. Поэтому самый крайний вариант, к которому я прибегну, это я буду текстом выводить вопросы на экран. Ну, а пока, наверное, все. Если ответ мой непонятен, пожалуйста, следите за текстовым вопросом, который следовал впереди моего ответа. Ну, а с вами по-прежнему Вячеслав Котляров. У меня, как обычно, все отлично. Всего доброго вам и приятного прослушивания. Перед тем, как ты начал говорить, включил запись. По всей видимости, предполагал, что, как я говорю, всегда вопросы будут интересные и мне ответы. Я всегда людям предлагаю так. Я могу, во-первых, полностью сейчас звук выключить. Это первое. Второе. Есть второй вариант. Я буду, зритель будет слышать только мой голос. Я тебя монтажом вырежу полностью. То есть будут только слышны ответы. Ну, и третий вариант. Полная версия. Но, если хочешь, я сейчас просто нажимаю выключить. И все, я не принципиально. Бывает, знаешь, как я вот включаю. Я по человеку уже там, по его разговору слушаю. Там вот 2-3 минуты. Мне достаточно понять, это стоит ли вообще запись писать. И я выключаю. Я не пишу в последнее время полностью разговоры. А я вот и тебе сообщу. Дело в том, что у меня уже полгода, ты же должна понимать, что меня прослушают и пишут. Разные службы разного характера. Поэтому, если я не запишу, то они все равно тоже запишут. Поэтому решай сама, стоит ли может что-то там сакраментальное такое, очень-очень важное. Три секунды, березовый сок налью. Купил 3 литра березового сока. У вас там березовый сок продают. О, вот это у вас настоящее. А у нас может быть просто... Ой, здорово. Ну, я весь вниманием заинтересовался. То есть вы стояли на втором этаже, на балконе и... Все, ну, хорошо, да, я понял. Не, ну, если вдвоем видели, это я тебя перебью, так как я спустя 25 лет единственная из всех компаний, 6 человек. Мы рядом на 16-м доме. Я завоял друга вчера, ну, не вчера, вообще вот, недавно встретился с Сашей Смирновым. Саня, ты помнишь, он вообще даже напрочь, если одни хотя бы помнят, что ее видели, то не помнят, что дальше произошло. Вот, а он вообще ничего не помнил, то есть она ему стерла это. А я единственный, кто видел, скажу, она была очень близко, очень близко и очень отчетливо и так далее. Поэтому я даже рад, что мне повезло в своей жизни видеть. Ой, ты шо? Ты знаешь, во-первых, ты могла видеть параллельную реальность запросто, каким-то образом. Тот же ж не невозможно судить. Правильно, правильно. И дело в том, что... В общем, я тебе скажу так, что на твой случай, это если просто так навскидку, я могу 3-4-5 вариантов найти. А если взять, это просто вот серьезно, как говорится, на самоте мне побыть и посидеть, я могу 200 вариантов написать, почему так происходит. Они будут все разные. Один этап будут инопланетяне, точнее, как мы уже с тобой знаем, иносотовцы. Все ждут с неба, они, как говорится, где посмотрите, а по стародам они с соседних сот, когда прилетают. Вот, вторая, параллельная реальность, которая проявилась, и вы могли запросто увидеть ее вдвоем. И если... Ну, там тоже порядок причин, сейчас не хочу тратить драгоценное время объяснять, как это происходит. Третье, велосипедисты, и такое бывает, но это еще сложнее объяснить, они могли бы... Они были, но они были на расстоянии всего лишь метра от ваших глаз, а может даже и 10 сантиметров. Но это мне сложно объяснить, просто я надеюсь, что ты на ходу понимаешь, что имеется в виду. То у вас иллюзия, что они далеко, а на самом деле, ну, грубо говоря, они маленькие, и вы их вдвоем перед глазами видите. И такое бывает. Да, ну и вообще-то можно продолжать, продолжать. Ну, у меня вдруг в такой квартире живет, у него девочка постоянная, и собака-то бегает по квартире. Но из всех членов семьи он их видит и постоянно это боится. Причем человек давно уже, как говорится, завязал со спиртным, кто-то сказал бы там белая горячка, там уже, по-моему, два года не пьет. Вот. Ну, я у него был в квартире, и я не видел, потому что он уже постоянно может мне шариться. Так, значит, тоже три варианта минимум на скидку. Первое, это могут домовые развлекаться. Домовых будет разных видов. Второе, это люди с параллельной реальности. Третье, насколько дом старый? Ваша квартира первая или кто-то до них могли жить? Значит, это жильцы могли быть предыдущие сущности, бывает, запечатываются, как бы... Так как мы находимся в виртуальной реальности, то матрица иногда дает сбои. И это, скорее всего, просто... Как это сказать? Я шучу. Винчестер посыпался в одном месте. Дефаргментацию диска начали делать кто-то там. Ну, так я утрирую на сам смысл. В общем, варианты вообще могут быть и более, допустим, высокоразвитые существа. Ну, я думаю, они такой бы фигней не страдали. Которых мы не видим, но мы их можем слышать. Но они есть. Ну, и дальше можно продолжать. То есть, там... Я... Если я обращал внимание, старался там в некоторых роликах говорить, никогда не рассматривайте вариант либо да, либо нет. Либо черное, либо белое. Всегда смотрите на любой вопрос сразу с огромного количества ракурсов. Купцов, говорит, их он зелеными называет, но их светлыми. Ну, он говорит, они со мной один раз связались. У меня вообще есть уникальная запись, где мы с ним двоим разговариваем. Он там вообще вещи такие интересные рассказывал. И рассказывал, почему они именно со мной связались. А с Купцовым я уже второй раз это похвастаюсь. Возможно, ты слышал в ролике, как получилась ситуация, что когда я начал выходить на медийное пространство, я решил вытащить Андрея Георгиевича Купцова. И после того, как я провел с ним первую беседу в Скайпе, я старался там особо не говорить, как и с Рыбниковым. Мне было приятно с теми людьми, с которыми я раньше, допустим, их лицезрел с монитора, было приятно просто повисеть в голосе, там один-два вопроса задать. Для меня они ничего нового не расскажут. Если я открою рот, они мне все равно не поверят. Ну, благодаря этому дяде Андрею, кстати, 50-го года рождения, у меня вот, допустим, папа 49-го. Ну, у меня папа выглядит где-то лет на 50, а дядя Андрей, он где-то лет на 80, как вчера. Ну, я говорю, борода, седые волосы, это, конечно, это тарит. Я еще пасхалку в последний ролик засунул, я говорю, не знаю, люди поймут или нет. Дядюшку Ау, там есть такой момент в ролике, где он дико на него похож, когда он в камеру заглядывает. Видела там в обеду, такой раз, выглядывает это. Есть и в мультике, я не нашел, где вот точно так же выглядывает дядюшка Ау. Из-за какого-то угла. Вот, и вот и получилось, рука руку моет. То есть, ты уже второй человек, который говорит, что столкнулся с Купцовым, а потом, благодаря Купцову, вышел на меня. Ну, дядя Андрей, он бы про сотовую землю, точнее, про плоскую землю вообще бы ничего не говорил бы, если бы со мной бы не общался в скайпе. И только когда он понял, что эта тема людям интересна, а он вообще, как бы, как ты видела по многим роликам, он этому особо значения никогда не придавал. То есть, он всегда знал, ну, она плоская, и что теперь? Что теперь бегать всем доказывать? Ну, то есть, для него это было нормально всегда. Много роликов с ним отсняли по плоской земле, и он отчасти мою модель принимает. Ну, единственное, что я с ним не согласен по истории. Он, в моем понимании, не знает истории. Ну, и там по деталям. Вот, ну да, я слушаю, перебил тебя. И еще я вот тоже хотела спросить, у меня загадка с детства. Ну, вдруг, может быть, ты знаешь, как это происходит. В общем, ну, маленькая была я, сколько лет, 8, может быть, не было, или 7. Я целую неделю не спала. Как я не пыталась, я не спала. Я просила у дедушки и бабушки, говорю, отведите меня к больнице. Я болею, наверное. Но почему-то они меня не отвели. Как бы видно было, что они выжидают, что ли. Я даже с постели встать не могла, ходить не могла, силы не было. И спать не могла. А потом уже как-то, ну, где-то неделя прошла. И они увидят, что я там шевелиться начала, уже где-то где-то похуже. Я еле-еле достава дошла. Это вот что мы... Ну, самое первое, что мне пришло, оно в основном самое первое, самое правильное. Это ты, тебе еще повезло, это ты избежала погружения в литургический сон. То есть каким-то чудесным образом это тело не вошло в этот... Литургический сон, на самом деле, это условность научная. На самом деле, сущность может покинуть это, снять эти виртуальные очки, как я говорю, или отложить в мобильный телефон в сторону и пойти взять другой. То есть, грубо говоря, вот надо будет ролик записать, и надо как-то, наверное, показать, что есть большая ты, Настя, которую держишь в руках вот эту маленькую Настю. И вот этой маленькой Настей управляешь. То есть ты ее аватар. И иногда твоя основная сущность, она может просто переложить телефон, тебя положить, как говорится, на кроватку, а сама взять в руки другой телефон и им начать играться. Но дело в том, что для нее эта игра несколько секунд, а для нас с тобой это могут проходить десятилетия. То есть люди и по 20, и по 30 лет спят. Вот как женщина проснулась, 4 годика заснула. Вот это, кстати, детей в основном преследует. Скорее всего, у тебя шло погружение, но видно, ну как проще, по нашим земним меркам организм сопротивлялся. Но на самом деле, может, она как бы, ты сама себя держала как-то неудачно в руках, как говорится, это. Поэтому это самое. Можно и дальше додумывать, но мне, когда ты начала говорить, я именно этот вариант отчетливо для себя первый увидел. То есть мне повезло, что мне не удалось погрузиться? Конечно, конечно, потому что могли десятилетия, вот как женщина вот проснулась, и вот эта маленькая, когда я проснулась, всех пугала, по воздуху ходила, сквозь стены проходила. У нее речь, женщина ей 3-4 года, но осталась та, которая она ребенком засыпала. Вот, поэтому, скорее всего, это было погружение в летаргический сон. Другого объяснения пока не вижу лично для себя. Да, интересно. Ну, как бы, мне с тобой беседа нравится, как бы, ну, во-первых, интересные истории рассказал, мне понравились они, вот. Энергетический ты очень положительный человек, светлый, вот. И... Ой! Я не знаю, это у меня... Сейчас у меня уже кумиров нету. Еще совсем недавно у меня были кумиры, ну, лекторы. Я их уважал, ценил, это... Боготворил. Ну, и практически все, до бесключения, они это... Ну, как... Ну, есть хорошие люди, и все. Но если бы я был бы в твоей ситуации, то есть, не буду называть фамилию, мне бы удалось бы пообщаться с каким-то там своим кумиром, я, наверное, бы испытывал бы то же самое. Вот. Вот, кстати, даже с Юрием Степановичем Рыбником, когда я еще только набирал свои обороты, волнение что-то сказать, я так был рад, что с самим Рыбником говорю. Ну, а потом, оно, знаешь, как все течет, все меняется, и уже на определенном этапе я понимаю, что если человек... Есть ролик, это для меня вообще катастрофа, где он смеется и говорит, Бога нет, это придумали Бога для Гоев, ну, то есть, определенные, скажем так, сущности, нас с тобой называют Гоями. То есть, он отрицает существование Бога. А если человек отрицает существование Бога, тогда ему бесполезно что-то говорить. Тем более, что он по-своему... Ему-то там 70 лет, или сколько? Ну, 70 пускай будет. А уровень интеллектуального развития в масштабах вселенных, он ребенок двух или трех лет. То есть, он элементарные вещи, даже не понимает, что Богов... Богов даже больше, чем людей. Вот этих мобильных телефонов не на всех хватает, если, как говорится, как вот у нас в мире есть люди, которые это... не могут себе позволить этот мобильный телефон. А если ты в этом мире проявилась, то, значит, твоя сущность это смогла позволить себе такую роскошь, чтобы в эту виртуальную реальность поиграть. Все, все сошлось для меня. Значит, оказывается, когда я сообщал тебе предположение про литургический сон, когда я начал это слушать, у меня четко сформулировалась такая фраза. Твоя основная сущность просто порой безалаберность с тобой поэта... взяла в руки и то хочет она играться, то не хочет. То есть, может его положить, может это... То есть, вот это как раз... Ты сейчас рассказал, это сводит подтверждение, что твоя истинная сущность, она немножко... Она, видимо, относительно молодая и немножко ветреная. То есть, молоды ты на том, то есть, одну игрушку взять, а другую... А фишка в чем? Мир так устроен, что информацию, которую ты получаешь от основной сущности, от этого мира, значит, ты получаешь опыт, и она через тебя получает опыт, но она может также же это... Передавать тебе опыт, когда пользуются другими аватарами. То есть, у каждой сущности есть много аватаров. Если по земным меркам, чтобы понять, то в параллельных мирах тебе очень много. Нижний... Количество... Просто люди не понимают, но количество просто... Для нашего аватара мы просто не в состоянии понять, как вот мобильный телефон не может понять, сколько живет житель инопланете. Ну, как он может понять? Он даже... У него нету даже такого функции понять это. Так и мы не в состоянии понять, какое количество сущностей, они же относительно боги, существуют во вселенной. Это к тому вопросу, что на всех телефонов не хватает. Бывают же какие чудеса, вот человек иногда ведет себя неадекватно. Ну, в основном по пьяни, но бывают чудеса, что он может и в состоянии абсолютно с дрезвой памяти вести себя... Говорят, его как будто подменили. А на самом деле происходит следующее. Хозяин телефона, который носился сам собой, то ли не доглядел, то ли заснул, то ли положил на стол. В это время другая сущность взяла этот телефон, с другим характером, с другими взглядами и начинает уже на кнопочки тыкать на тебя и уже выполнять другие функции. Та сущность, когда там через какое-то время забирает свою игрушку обратно, человек становится опять человеком. Но это упрощенная форма. Я знаю много знаний, но я не знаю до сих пор, как их переводить. И вот с трудом мне удается на наш земной язык передавать информацию. особенно с сотовой же землей интересно получилось. Я же название сотовая земля дал очень интересно. Сейчас все уже говорят сотовая земля. А для меня раньше даже я знал модель, но не знал, как ее назвать. там или ячейки какие-нибудь, или территории маленькие. То есть как бы вот как вот человек, который никогда в жизни компьютер не видел, но он его видел, ему он имя должен дать. И земля сотовая появилась, название абсолютно случайно. Когда Сережа Тарасов, мы уже поставили жирную точку, он записал фильм, он говорит, пока не придумаешь название, я фильм выкладывать не буду. А я сидел, думаю, там у меня был ролик, я его название поменял, мне в том ролике нравилось название. Я с его ролика взял, того названия, а в том изменил. Говорю, ну назови ролик «Утраченная быль. Передача древних знаний». Ну, хорошо. И назвал. А я уже, когда заливал этот фильм на свой аккаунт, на свой YouTube, мне что-то дернуло это, не называть точно так же. Ну, отчасти из-за просмотров, и отчасти у меня как-то сомнения затерзались. И вот сотовая земля, на самом деле, появилось вот это словосочетание именно в тот момент, когда я называл именно этот ролик. Представляешь? То есть до этого не было такого словосочетания. Или было, может, но не имело такой мега-смысловой нагрузки, которую уже придал я. И мне, когда говорят, пытаются, говорят, да ты не первый, да ты там идею украл. Да, блин, я бы был бы рад, если бы вы мне показали бы кто-нибудь один. Что я не первый. Ну, что угодно. Хоть какую-нибудь предоставьте информацию. Я буду счастливым человеком. Потому что, ты знаешь, основная масса людей же, подобная моя информация относится в крайней степени негативно. И если найдутся какие-то труды, что где-то уже это говорилось, где-то это упоминалось. Мне понравился комментарий, не помню, там девушка, по-моему, с ником Светлана. Она так шикарно комментарии пишет. И мне вот одна строчка понравилась, я своими словами смысл передам. Вот так вот приятно было сердцу, когда она сказала, что кому-то там ответило, кто-то там на меня нападал, что даже если не он первый, то он однозначно первый, который глубоко, понятно, доступно и раскрыл это всецело эту модель. То есть это показал именно в деталях и в нюансах. То есть просто брякнут сотовая земля. Ну да, правильно Юра Тимовский говорит. И в Варкрафте сотовая земля была в 95-м году. И что? А как она устроена? А что из себя представляет? И так далее. То есть вот, поэтому судя по тому, что происходит, но я, ой, я, наверное, там уже сама смотри, я очень много для себя интересных для зрителей вещей говорил, особенно насчет аватара. Я до сих пор ролик хочу записать, как это происходит. Если хочешь, это тебя голос вырежу, оставлю. Зритель не будет слышать, кто мне задает вопрос. Хорошо. Пишется только микрофон. Он всегда пишется на волю богов, потому что бывают случаи, когда запись там может случайно погибнуть. Я даже свой легендарный ролик три раза в процессе монтажа уничтожал и чудом его возрождал. Там корзину случайно выкинул, чуть не очистил. Да, я бы его мог бы перезаписать бы и рассказать то же самое, но какая-то неведомая сила постоянно не давала этому ролику выйти в люди. У меня вот сейчас так, там многие люди критикуют его, что я там непонятно говорю, невнятно, неразборчиво. А есть же ролики, где вот ты сталкивался, где я поясняю, что я вообще был рад, что он записался, что я вот сколько предпринимал попытки записать, скажу пару слов и прислушаюсь к самочувствию, скажу пару слов и прислушаюсь. То есть люди настолько вот эти негативные комментарии, то сейчас запись пойдет, которым там рассказывают, где вам знания, там, где что там из пустого порожнего. еще раз для вас повторяю, я, ну, это к зрителям обращаюсь, что я сейчас ролики пишу для людей и человеков, для остальных есть телевидение, другие каналы, если вам что-то не нравится, пожалуйста, идите на другие каналы, не трогайте Вячеслава Котлярова, если он вам не интересен, почему вы постоянно лезете, знания получат те, как говорится в наших древних физических знаниях, любить нужно, кто достоин любви, уважать нужно того, кто достоин уважения, и знания получат, кто достоин получать знания. И потому что даже если люди некоторые слышат мои ролики, это сказать, многие даже не слышат, что я говорю. То есть, слыша знания, есть категория людей, они все равно не слышат. Ну, надеюсь, ты поняла, что я имею в виду. Я вот так вчера буквально об этом с ним разговаривал. То есть, мы смотрим одно видео, я понимаю одно, а он сидит просто в минуту. Да, вот, поэтому они даже, вот у меня товарищ, это друзьяка, Александр, там уже полгода дружим, мы-то общаемся, там пытаемся вот это шифру создать компьютерную. Я, говорит, я все равно твои ролики пересмотрю, ну, говорит, у меня есть возможность с тобой каждый день пообщаться, задать миллион вопросов и получить ответы. Но, говорит, я все равно ролики смотрю, потому что иногда две-три фразы скажешь для меня как открытие. То есть, вроде... Мне приятно просто послушать. Да, спасибо. Вот это, кстати, сейчас обращусь очередной раз к тем, кто недоволен моими трудами. Я сейчас записываю ролики для тех людей, которым меня просто приятно послушать. знания в библиотеке. И еще я, кстати, к вам обращусь. Вы вначале запишите, там был какой-то комментарий, не помню, какого у него нагрузка была. Но смысл такой, мне хотелось ответить. Вы вначале создайте ролик, луна дала ответ, какая земля в реале подобного уровня, а потом уже мне советуйте. Потому что ничего себе, да, к мастеру пришел какой-то с улицы прохожий и начинает учить его, как говорится, с ювелирными изделиями работаю. Мне вот это больше всего нравится. Это обалдеть можно. Советы дают, как нужно говорить, я не так говорю, я не так сижу, все. Я лишь стараюсь это разговариваться. Очень легко с тобой идет это общение. Я вот вчера сидел, человек, знаешь, он позвонил подсказать, что есть вещи, которые я не знаю. Он их озвучил, естественно, я про эти вещи знал. Для меня они вообще-то он рассказал, скажем, информацию, грубо говоря, за первый класс, которая, это уже пройдено еще было, грубо говоря, и 20 лет назад. То есть, оно особо интереса не представляло. Но люди почему-то... Нет, я могу понять, лично я, как обладаю, в моем понимании, правильным подходом речи, я бы просто выстроил предложение таким образом, чтобы собеседника не обидеть, сказал, вот как ты, кстати, хорошо это начала, мне понравилось. То есть, знаешь, не знаешь, возможно, сталкивался, возможно нет. Буду, если информация будет новая, будет приятно, что ты от меня ее услышишь. А там именно абсолютно человек уверен, что он мне сейчас истину откроет, и такой еще сейчас у меня вот казалось, сейчас еще денег попросит. чувствовалось у него. он чувствовалось у него. То есть, да, или у тебя все равно ничего не прошит. Ты же не меркантильный человек, ты же доброе дело. Я-то человек не меркантильный, но у меня иногда даже доэлементарный один. Это, ты пойми, тебе не жалость, что ты еще подумаешь, что я это. Ну, помогают так, присылают. Да, 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 я никогда не прошу, но у меня была эта, это тоже поговорка, я всегда у меня слушаю, я говорю, если дают, бери, это еще будет хуже, если ты руку отведешь. О, да, ты меня вдохновила очень сильно это на какой-то объем информации, который надо будет потом как-то посидеть, помазывать. Да, да, вот именно сон, вот это я постараюсь так важно монтаж сделать, может, про этого дядьку вырежу, чтобы он не обижался, про кого речь идет, кто еще обидится. Сейчас я подумаю. Ну, это даже, я бы больше термина использовал, мне бы понравился бы родной человек, то есть, это не начальник, это твоя роднулька. Ты это она, она это ты, то есть, это, вот. Кстати, вот это вчера и проводил своей благоверной приблизительно тот же ликбез и столкнулся с относительно похожей ситуацией. Немножко по-другому вопросу, но в целом твук, который затронул латы, и я пытался объяснить Ире, что попытайся найти общий язык с той, которая тебя настоящей. Вот я вот тут сидел на стуле, вот я сижу, она сидела рядом, и мы что-то посмотрели какой-то там ролик, и я ей попытался это объяснить. Фильм секрет, сказал, посмотрел внимательно, сразу забегаю вперед, смотрел это его или нет? Ну, если в двух словах, я вот так говорю, я вообще как бы и не знал, что это секрет, я с 16 лет этим пользуюсь, я говорю, вот если ты его посмотришь, есть два варианта, если люди скептически относятся, то фильм и совет не будет работать, он только работает на тех людей, которые сразу, да, поверили, вот как мне, услышали людей, много людей информацию, говорят, да, так оно и есть, а что тут доказать? Вот, значит, да, информация, что она действует, вот, если, намного, для меня, конечно, такой проблемы нет, у меня всегда было сложнее реализовать то, что, как бы, я много чего хочу, мне хочется, наоборот, за все хвататься, там, и, не знаю, и мультики делать, там, и книгу надо писать, да, я разрываюсь, то есть, как бы, надо просто договориться, то есть, если есть хоть какое-то направление, пытаться самой себе, это, постоянно мысленно посылать, ну, я теоклассический способ описываю, я велосипед не придумаю, как он там, по-современному называется, его сейчас называется, по-моему, транссерфинг, а раньше он, по-моему, просто назывался, это, забыл, другой, ну, не важно, это, смысл того, что, постоянно себя внушать, образы рисовать, чтобы они пришли, если у тебя есть какое-то конкретное желание, если нету желания, это, это мне, я, конечно, с таким никогда не сталкивался, потому что у людей, это всегда, да, уникально у тебя, конечно, твоя основная сущность, уникальная твоя сущность в том, что она не дает тебе конкретное желание ни на что, чего бы ты хотела, вот что, вот, поэтому, ну, посмотрим мистические мои способности, в плане того, что чудесным образом, завтра, ну, может, ты не позвонишь, но напишешь, там, скайп, что, вот, не знала, там, направление, но вдруг ни с того, ни с того, появилось направление, я, вот, бывают люди, присылают грустные письма, там, связанные, там, с какими-то своими жизненными передрягами, я всегда пишу утвердительно, не волнуйтесь, у вас все получится, подождите, я подожду от вас ответа, и практически, вот, сколько все письма приходили, с большой благодарности, как где-то там один парень написал, говорит, я посмотрел ваш ролик, про страшную книгу, после этого, все эти картинки, каждую ночь ко мне приходят, я не знаю, что делать, я не могу спать, у меня бессонница, я его написал, с сегодняшнего дня, они тебе не будут сниться вообще, и он мне пишет, там, месяц, по-моему, прошел, я же долго, это, проверяю контакт, у меня он все больше, больше заваливается, переписка, он мне пишет, я не знаю, ты какой мах и волшебник, ну, как ты только сказал, что они, они будут тебе сниться, это, они тут же перестали сниться, то есть, в принципе, ты можешь, даже попробовать, сама поставить, тогда задачу, если моя, как говорится, магия на тебе не подействует, в плане поиска сюжетов, для новой песни, просто тогда постоянно посылай импульс, что мне нужно, а вообще тебе, кстати, я не знаю, насколько ты обременена, временем, вот, мне любопытно, вот, я всегда прописываю одно лекарство, которое мне помогло, в роликах, возможно, ты слышал, а я его озвучу, но я не говорю, что это, оно на всех работает, рекомендую всегда игру Морровинд, я не знаю, кто ее создавал, точнее, вернее, я знаю, кто ее создавал, но я не могу понять, кто стоял на самом верху, за этой игрой, потому что, тот смысл, который заложен в игру, именно глубокий, потаенный смысл, могут понять только единицей, и я, когда в нее играл, я играл с открытым ртом, потому что, игра меня поражала, во-первых, сама по себе, и плюс в том, что там разработчики, а главное, сюжет, сценарий, то, что они туда поселили, но я не знаю, ты, возможно, далека от компьютерных игр, они у тебя не вызывают никакого интереса, да, ну и Шмарровинд, во-первых, он 2002 года, игра оригинальная, весит всего лишь 700 мегабайт, устанавливается за 2-3 минуты, в интернете, по-моему, можно сказать спасибо, я ее вообще советую другим людям, другой категории, которые находятся в глубокой депрессии, я говорю, мне из депрессии вытянул Муровин, то есть, игра перевернула всю мою жизнь до неузнаваемости в положительную сторону, и вот сколько уже лет прошло, даже мои навыки пригодились в последнем ролике, я совсем, как сейчас, пошутил, говорю, я совсем забыл, что я талантище, вообще, да, я все время искал художников, программистов, чтобы создать модели, хоть чуть-чуть упрощенную, земного мира, и сам забыл, что я сам это могу сделать, ну, в примитивной очень форме, я планирую в будущем, это я быстро накидал, вообще, в будущем я планирую, опять же, создать видеоролик, где я буду создавать вот эту модель нашего мира, но уже более красивей, как красивейший, то есть, и вот это же, а, кстати, вот, и в двух словах, почему, вот, меня нету, я не программист, у меня нету вообще никаких, я не учился, ну, способности, вернее, способности есть, а учителей не было, и, почему я научился пользоваться редактором этим, когда игру прошел, муравьин, для меня была такая ностальгия, это, крах, то есть, я переиграл уже в нее 200 тысяч раз, переиграл чужие работы, и потом я принял решение, нужно самому создать продолжение игре муравьин, но, навскидку, это было решение принято человеком, который на тот момент всего лишь знал, как компьютер включать, но не знал, как выключать, но это утрирует, но чтобы смысл передать, насколько я разбирался, и я методично, там у меня был товарищ, он как бы, мы вначале вдвоем пытались, он быстро ушел, я в этом вопросе, далеко, но немножко потом приостановился, а когда мы уже там с ним прекратили общаться, я понимал, что без него мне будет тяжело создавать, я решил сам научиться, и намного дальше ушел, поэтому, не знаю, тебе совет, наверное, с игрой, наверное, не устроит вообще, да? А, почитать, стоп, 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 ты использовала фразу почитать, а ты знаешь, что игра Морровинд, это как раз читалка и есть? Да? Да. Не, 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 почему, вот, вот, я всегда, вот, чем Морровинд уникальна, все вкусы, я говорю, если вы любите читать, то для вас, получается, открывается удивительная книга, в отличие от классической книги, вы меняете там сюжет, ну, то есть, своими действиями, то есть, там, вообще, если весь Морровинд прочитать, полностью, ну, не знаю, может, допустим, ты начнешь читать, играя читать, ну, у тебя и год, и два, и пять лет жизни уйдет на то, чтобы прочитать эту книгу, книга очень увлекательная, это помимо того, что сам Морровинд, читаемый, сама игра, в игре Морровинд есть библиотеки с огромным количеством книг, и вот ты в эти библиотеки древние заходишь, берешь с полки любую книгу, и там в этих книгах, как говорится, это свои уже миры, то есть, игра, ну, не игра в игре, это так, то есть, они как бы делали, как я говорю, максимальный реализм, то есть, чем игра уникальна, как в нашем мире, так и в той игре можно очень много делать, причем, сюжет игры настолько, опять же, не знаю, как они его сгенерировали, вот сколько бы ты не пыталась бы сюжет пройти по новому, ты прошла, допустим, сюжет игры, там, основной, а потом пытайся заново начать, она тебе понравилась, и пытайся пройти, ты пройдешь его, но не уже не так, если ты там, как в жизни, чуть право-влево сделаешь, то сюжет уже будет меняться, меня вообще там, когда-то поразило, что сюжеты, я, как бы, не сильно отклонялся, в моем понимании, но сюжет, почему-то игры, полностью изменился, ну, если вы еще так, пафоснее сказать, до неузнаваемости, хотя я, предполагал, что я пойду в те места, поговорю с теми же, NPC, и все будет так же самое, оказывается, там, невозможно, в моровинт, это как в нашей жизни, в одну и ту же воду, два раза зайти, вот, поэтому, знаешь, сделаем так, вот, рекомендуем, ну, вот, как я говорю, ради видео, установи ее, побегай сутки, если что, всегда можно удалить, вот, то есть, это, ну, я думаю, она цепанет, единственное, что может, ты столкнешься с трудностями, я не знаю, как ты, вот я, ну, Ирина, это вообще она не умеет пользоваться, ни клавиатурой, ни мышкой, она не может персонажам заставить, чтобы он нормально у нее шел, он у нее то вправо идет, то влево, то смотрит в небо, то в землю смотрит, вот, не знаю, вот это управление может, или, тебе, ты сталкивалась с играми, где нужно просто... я вообще в куэк играла. Так это, обалдеть, это, я чуть на стуле, это, я на стуле подпрыгнул, это, так это для тебя вообще-то, да, семечки, это, вот, все, тогда, я когда услышал слово квэк, я в нее не играл, но я знаю, что это такое, по-но-рєк shuffleboard. Спасибо за просмотр! Спасибо за просмотр! Продолжение следует...